Когда я пришел в Практ, то, конечно, у меня были какие-то представления о том, что это будет за обучение, но когда занялся практиками, которые дает Яна, представление или мнение очень сильно поменялось, потому что в первую очередь я уже начал на собственном опыте собою пробовать, понимать и разбираться в том, о чем говорит Яна, то есть меня-то вообще заинтересовали подкасты, темы, которые обсуждаются, то есть мне это было действительно очень интересно. И захотелось, конечно же, поглубже прикоснуться к этому, поглубже понять, то есть как можно действительно что-то изменить в своей жизни, как можно что-то увидеть в своей жизни, то есть не то, что ты обычно привык видеть. самое главное, то, что все практики, они настолько эффективны и настолько действенны, это первое, это очень важный момент, потому что никто другой не дает действительно то, что человек может вот на своем опыте пройти, прочувствовать и точно сказать, я уже это знаю, я это могу распознать. Но здесь самое главное даже не это, мало того, что я, понятно, что Яна очень занята, я тоже понимаю, что много людей, много внимания, она практически каждый день выходила на связь, то есть она комментировала каждый мой ежедневный отчет, и это очень важно, потому что эта связь всегда сохраняется, эта связь всегда чувствуется, всегда чувствуется участие в том, как ты идешь, потому что действительно много подводных камней, действительно много сложностей в очень таких тоненьких переходах от мыслительного процесса, действительно к тому, что ты начинаешь видеть отдельно, как появляются мысли, где они появляются, где ты находишься, а ты ли это, если наблюдать, то есть там настолько большой спектр вот этих вот задач стоял, и действительно очень сложно разобраться. Хотя как бы мне само интересно всегда было именно четкость, ясность, тонкость, ну вот так, чтобы я наверняка понял, чтобы я знал это наверняка. Вот Яна дает такую возможность каждому человеку, кто захочет пройти по пути к себе, и разница очень большая, потому что у меня тоже был опыт взаимодействия с другими, так скажем, учителями. Могу сказать, что разница колоссальная, это очень важно, да, иногда очень бывает сложно, это реально сложно, потому что без человека, который это знает, без человека, который это на собственном опыте прошел уже, и знает все тонкости, все нюансы, все подводные камни, это реально очень сложно. Могу сказать точно, что за эти 4 месяца я на собственном опыте прочувствовал, что значит реальность, и что значит фантазия или вымысел, что значит находиться в ментальных рассуждениях, и что значит быть здесь и сейчас в реальности, в настоящести, вот мне кажется, что это самое ценное, что можно подарить, передать человеку любому, потому что люди даже не догадываются, и я тоже даже не догадывался, насколько тотально проживается жизнь чисто в рассуждениях, в ментальных каких-то конструкциях, в каких-то концепциях, воображении, фантазии, не поняв, где разница, в чем разница, в чем жизнь, в чем настоящество, где она. За это я очень благодарен Яне, это прям такой подарок. До того момента, как я начал заниматься у Яны, я никогда не слышал даже таких терминов, сущностная и личностная чистота. Может быть где-то похожее что-то там звучало, но ведь важна конкретика, важно то, чтобы человек действительно это распознал. Говорить можно о чем угодно, о тонких материях, о духе, там, о абсолюте, о человеке, как это все связано, как это работает, ну то есть это просто рассуждение, то есть можно порассуждать о чем хочешь, можно прочитать книжечку какую-то, она достаточно интересная будет, даже может быть настроение изменится на какое-то время, но это важно человеку самому чувствовать это, в чем разница, то есть это хотя бы нужно узнать, а потом еще провести и действительно показать, как это в жизни конкретного человека, можно это распознавать, можно это видеть. Это очень сложно, хотя Яна мне кажется считает, что каждый может дойти до этой стадии, ну я так с ней как-то говорил об этом, вот она говорит, что каждый может этим обладать, но пока я думаю, что, ну пока нет у меня такой уверенности, мне кажется все-таки у Яны есть к этому определенные возможности. Очень много существует историй о том, что существует мастера, гуру, ну конечно же я читал много книг в юности, даже еще начинал, что есть определенные школы, там где людей проводят и они там совершенствуются, они там познают всегда мир и все остальное, но честно сказать, в жизни вот в реальной, да, при всем желании найти какую-то школу, учителя, мастера, наставника, да, который объяснил, что вопросов-то очень много, ну у меня по крайней мере точно было много очень вопросов, почему в жизни так все устроено. Много я ведь не устраивал, много я ведь не удовлетворял, а ответов на вопрос не было. Конечно, я искал человека, который действительно может реально для начала, ну хотя бы объяснить, а уж там научить и провести, ой, это вообще была мечта. И конечно же я пробовал, я ездил по каким-то семинарам, да, я общался даже лично с теми людьми, которые эти семинары ведут, санцанги сейчас это называется, но вот как-то так не довелось информации разные, существует очень много. Я могу судить по одному, могу ли я этим воспользоваться. Просто поговорить, посидеть, допустим, на семинаре в хорошей, доброй компании, побыть в такой атмосфере, пообщаться. Но если говорить о себе, то меня интересовало всегда то, как я могу применить это на собственную жизнь. Ведь это самое важное. То есть просто пообщаться, быть в атмосфере, потом окунуться опять в обычную жизнь, теми всеми проблемами, которые ты просто не можешь разгрести, не можешь понять, что происходит, да, то есть ответов нету на вопросы. Вот что самое странное. Занимаясь практиками, в первую очередь, что я почувствовал, это то, что приоритетность начала меняться. На что идёт энергия, на что идёт внимание, где я, что я делаю. Если я раньше придавал большое значение ментальному перебиранию идей, анализу, я мог бесконечно долгое время пытаться разрешить какие-то вопросы, именно думая о них, то практики мне дали возможность выйти из этого. Прибавилось энергии, просто вот физическое чисто. Вот первое, что я почувствовал, то, что энергии стало больше. Значимость всех идей, которые могут появляться, любых, они могут быть разные, могут быть даже интересны, она немножко начала теряться. И приобретаться значимость чего-то настоящего, действительно, чего-то реального, того, что можно ощутить, почувствовать, то, что всегда присутствует, то, что здесь остаётся. И это очень меняет, даже настроение это меняет. Даже это меняет взаимодействие с людьми. Это совершенно другое восприятие реальности. На что сразу обращаешь внимание, когда начинаешь общаться с Яной? Это на то, что она очень честна. Это чувствуется во всём. Мне очень важно было то, что Яна всегда готова говорить по сути, по существу, честно о любом вопросе. И это очень важно. Самое главное во взаимодействии с Яной – это то, что видишь, насколько она точно каждый шаг прослеживает, что она всегда чётко и по делу говорит о тех вещах, которые иногда бывает, может быть, не очень тебе самому комфортны. Яна в этом смысле чётко, совершенно и мягко поворачивает человека, показывая о том, что всё-таки стоит посмотреть и в эту сторону, стоит всё-таки как-то обратить и на это внимание, чтобы прогресс какой-то дальше происходил. Каждый её комментарий, каждая её подсказка, она действительно очень важна и очень цена. И я очень дорожу. Ну вот, когда я познакомился с Яной, впечатление, конечно, превзошло все мои фантазии, все какие-то ожидания. Она оказалась действительно настоящей, действительно знающей, обладающей опытом и действительно тем человеком, который действительно может этот опыт передать. И вот это вот сочетание, оно, конечно, очень серьёзное и очень существенное. То есть нету таких людей, которых бы я мог сравнить с Яной. Ну, нету их, не существует. У меня в опыте не существует. Несколько раз я участвовал в вебинарах, но удивительное ощущение совершенно. Вопросы, которые Яна задаёт, они настолько чётко выводят. Ну, то есть человек просто не может не ответить на эти вопросы. Просто нереально. И они действительно попадают в десятку. Все попадают в десятку. То есть там нету других вариантов. Вот человек прямо точно выходит к тому, что да, действительно, я начинаю видеть. И вопросы у людей ведь разные. И тем не менее, Яна это очень совершенно чётко всегда видит. Я могу сказать то же самое о себе. То есть, обсуждая некие темы, обсуждая некие вопросы, сложности в моих взаимоотношениях, в моей жизни, Яна неоднократно точно совершенно говорила, где лежит корень вот этой самой проблемы. И, кстати, могу сказать, что даже то, что люди другие раскрывали вот в процессе взаимодействия с Яной какие-то свои моменты, тонкости, да, вот сложности какие-то в жизни, это очень важно было и для меня. То есть, во многом проблемы или какие-то вот неразрешимые как будто бы узлы, они совпадают у людей. Слушая, допустим, участвуя в такой системе обучения, это тоже очень богатый опыт. И, кстати, вот я тоже заметил, но как бы сложно это вот так вот написать, что реально ты становишься самым настоящим. Вот этого вот настоящее стало больше. Я очень рад, что я познакомился Яна с вами и это очень здорово. Я это почувствовал сразу буквально. Я почувствовал, что я пришёл конкретно туда, куда мне нужно, конкретно к тому человеку, которому мне нужно было. И это очень приятно. Приятно просто встретить, ну, некую родственность. Это тоже по ощущению человека, который желает действительно того, чтобы и ты узнал. Я понимаю, что именно Яна даёт то, что по-настоящему нужно каждому человеку.